Хотят безопасности и спокойствия. Жители домов номер 63 и 65А по Новоуглическому шоссе забили тревогу по поводу несогласованных с ними работ по установке вышки сотовой связи. Елену Коваль пугает мощность приборов. Во-первых, беспокоимся, потому что это близко к дому. Радиоволны, они все-таки небезопасны для человека. Потом здесь детская площадка, тоже небезопасная. По Москве 200 метров норма, там не соблюдается, 65 делают. А у нас 35 метров, одна треть вышки говорят нормально. Местные жители просят, чтобы вышку сотовой связи перенесли в другое место, подальше от жилых домов. Вопрос с ее переносом решен. Мы полностью встали на сторону жителей. И на сегодняшний день можно сказать, что установки вышки здесь не будет, на этом месте конкретно. Под окнами домов и около строящейся губернаторской площадки. На сегодня жители мы можем успокоить, что антенна здесь не появится. Куда перенесете? Знаете, это место сейчас еще согласовывается. Скорее всего, это будет в районе молокозавода, вдали от всех домов жилых, то есть в месте, которое всех устроит. Это не первая встреча представителей городской администрации, депутатов с местными жителями. Еще одна головная боль этого микрорайона – пункт приема металлолома. Контейнеры стоят рядом с жилыми домами. Скоро на месте сооружений сделают парковку для автомобилей. Проблемы взглянули на нее более жестко. Проговорили с администрацией. Спасибо Дмитрию Евгеньевичу Карпову, заместителю главы, который к этому достаточно серьезно вместе с правоохранительными органами отнесся. И вот сейчас видите, этот объект убирается. Я думаю, что в этом плане жители довольны, что наконец вот эта головная боль, что называется, от жителей ушла. Ну и те, кто этим занимается, они тоже сильно не пострадают. Мы договорились здесь полюбовно. То есть мы сейчас их помогаем и мы их перевозим в другое место. Еще одна проблема – где установить контейнерную площадку для мусора. Вопрос обсуждается, подыскивается подходящее место. По просьбе жителей в ближайшее время установят дополнительное уличное освещение в районе остановки «Молокозавод». А маленькие горожане с нетерпением ждут новую детскую площадку, которую устанавливают во дворе дома номер 63. Полина Иноземцева, Кирилл Емельянов. Программа «События». Продолжение следует.